С вами программа «Дело вкуса». Вы наверняка слышали песню под названием «12, 85 и 2 0». И если в Москве и Киеве семизначная телефонная система номеров, то эта песня наверняка написана про наш город. Итак, мы позвонили по этому номеру, и вот что из этого получилось. Что вам напоминает сочетание цифр? «12, 85 и 2 0». Что это такое? Песня такая. Песня? Песня. Это песня такая. Песня? Песня. Песня какая-то. Какая-то? А телефон знаешь такой? Нет. В Харькове есть такой? «12, 85 и 2 0». На 12 есть что-то. Или что это? Ну, короче, как ты думаешь, кто там живет? Барабашка. Ну, если по песенке, то, наверное, девушка привлекательная. Девушка. Девушка. Красивая? Да. Девушка, наверное, живет какая-то. Может, и девушка. А может, юноша, а? Такой брюнет-220. Может быть, да. Ну, какой-нибудь панк или какой-нибудь рейвер. Или сорви голова какой-нибудь. Наверное, сорви голова от того, что уже башка падает от звонков, да? Да. Я тоже считаю, потому что каждый будет звонить и спрашивать, этот телефон тот, который описан в песне. Ну, я думаю, надо будет отличать этот телефон уже. А тебе никогда не приходила в голову мысль позвонить? Позвонить туда? Нет. Даже когда песни слушал? Даже когда песни слушал. Ну, ты... Я еще буду звонить людей мучать. Нехорошо получится. Ни разу. Нет. Ты приходила? Да. Звонил? Нет. Я звонил, но оттуда нецензурные слова. Как думаешь, почему? Даже не знаю. Она достает так, что, боже мой. А что тебя побудило позвонить? А я как раз сидел, слушал песни в параде. И да, я думаю, наберу. А можешь процитировать, хотя бы приблизительно, какая брань шла? Ну, это не... Матерная. Матерная? Ничего себе. Ты представляешь, каким ты был на этот день? Наверное, 128. Наверное, наверное. На самом деле, это телефон поликлиники стоматологической. Ничего, нормально. Не ожидал такого даже. 12,85 и 2,0. Ты написал на ладони у меня, Но на звонки мне отвечает тишина. 12,85 и 2,0. Дорогие друзья, вот этот вот прекрасный телефонный аппарат имеет кодовый номер в Харьковской городской сети 12,85 и 2,0. Это никоим образом не телефон какой-то прекрасной девицы, которая якобы написала его у кого-то на руке, и которая и потом сильно мучается по этому поводу и пытаясь выбросить свой телефон, разбив его об стенку. Этот телефон принадлежит стоматологической поликлинике. И мы общаемся с теми людьми, которые уже просто не знают, что делать. Либо ехать в Москву с претензиями к композитору и автору текста, либо отключать телефон или, может быть, какие-то другие идеи. А вам не приходилось думать о том, что можно организовать какую-то платную линию, посадить действительно прекрасную девушку, отключить где-то там на тест, делать специально, и просто зарабатывать деньги, а? Нет, вы знаете, мы, в общем-то, лечебное учреждение и коммерческих вопросов в таком плане у нас не возникало, и, наверное, бы не в последующем и не возникло. Просто мы хотим, чтобы мы спокойно работали, как и прежде, как и раньше. И чтобы, если будет возможность, мы, конечно, в дальнейшем, если нас будут опять же беспокоить такие звонки, мы постараемся как-то привлечь наши органы для того, чтобы поменять этот телефон. поскольку мы не надеемся, что звонки не прекратятся, а будут продолжаться. Начинается веселье. Алло. А Зайцевы тут живут? Кто? Зайцевы. Зайцевы? Да, кого вам позвать? Сашу или Машу? Машу. Машу? Да. А, сейчас, секундочку, подождите. Кто у нас Маши будет? Я не буду. Алло. 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 А вот это ты тут? Я Маша. Алло. Маша. А, это я. А почему уши с трубки торчат? А я Зайц. А? Вот кролика, Зайц я. Зайц? Да. Да, ну иди. Алло. Детишки, что же вы ругаетесь-то, а? Вас по телевизору будут показывать, а вы ругаетесь. Наверное, скоро я совсем займу с ума. 12,85 и 2,0. 12,85 и 2,0. Это что? Это песня. Есть такая песня. Порывы были позвонить по этому телефону? Порывы? Были, были. Да нет, были свои порывы. Ну да, там кто-то проживает вообще. Кто? Вроде. Я не знаю, я не общалась так. Вроде поднял парень, телефоннул трубку и все. Парень? Да. Ну я так с ним поговорила. А голос на мой не похож, нет? Нет, не похож. Нет. А что, вы там проживаете, да? Да, хорошая отмазка. Нормально. Так если у тебя кто-то спрашивает телефон, сразу 12,80. А они же потом туда позвонят. Ну так ради бога. Меня же там нет. А как тебя зовут? Вита. Ага. Вот для справочки. Вита. Распространяет информацию, чтобы потом мучили тех, у кого этот телефон, да? Я уже давала ничего. А совесть не грезет, нет? А ты знаешь, вот по этому телефону кто там? Неужели вы там же не хотите? А если бы это был ваш телефон, представляете, а? Днем и ночью. Ну и что бы сделать? Съехал бы. Зачем съехал? С крышей? С крышей тоже. Отказываться нельзя больше. Представьте, сколько девушек есть, желающих позвонить. Особенно своим подружкам. Позвонили, своим подружкам передали, что там проживает парень. Где же давай быстрее названивать? Двенадцать восемьдесят пять и два ноля. Хм. Наверное, Междугородний. Алло. Алло, здравствуйте. Это двенадцать восемьдесят пять и два ноля? Да, это двенадцать восемьдесят пять и два ноля. А как вы угадали? Я? Да. Ну, песня есть такая? Песня есть? Да, я просто вспомнила песню и вот решила позвонить. Даже сама не знаете, у меня просто с меня хорошее настроение. Господи, а... А у вас какое настроение сегодня? А как вы думаете, кто я такой? А я не знаю, кто вы такой. Я просто вам звоню. А что, нельзя? Вот я хочу с вами познакомиться. Ну, давайте. А мы не перейдем случайно там, не дай бог, к сексу по телефону? А? А что, можно? А что, в наше время сейчас это не запрещается. Стоп, вот именно по этому телефону, да? Да. А если бы вам вдруг, вдруг мне угораздило позвонить по 02 или 03, заняться там чьим-нибудь по телефону? Ну, я бы разговаривала так же точно, как и с вами. А что, если хорошее настроение, то нельзя никому звонить и ни с кем разговаривать? Все правильно, особенно по 02. Так, а теперь давайте... Набирайте номер, я вам сейчас расскажу. Набирайте номер 02 и говорите о том, что где-то якобы, что-то произошло в виде там трупа. Кстати, обутники не лезли, не сутся. А там сам на том месте там обыкновенная мусорка. Жестки у них будут, а улыбок сколько, вы себе не представляете. Если бы еще раз позвонят в такой раз, они уже не поедут, а там будут настоящие трупы. Ну, это же люди юмора не понимают. А вы понимаете юмор, да? Да, вообще да, что. То есть вы сейчас пошутили? Нет, у меня просто хорошее настроение. Я это еще раз говорю. Я вспомнила песни, решила вам позвонить. Просто пообщаться. Спросите вас, как вы отметили праздники? Только вы выпили. Вы знаете, мне даже нечего ответить. А если бы здесь жила девушка или там, скажем так, это был... А вы, кстати, знаете, что это за заведение, вот куда вы попали? Не я. А как вы думаете? Я, а я не умею думать. Ну, хорошо, давайте... А, вот это вот проблема уже. Да, вот вы знаете, проблема. Все говорят, что у меня одно полушария умная, а другое нет. Я просто, знаете, как вот этот ветер куда подул, туда и я. А давайте умным попробуем чему-нибудь пораскинуть. Вот чуть-чуть мозгами, знаете, вот как в анекдоте. Вот как вы думаете, кто здесь живет и вообще, кто я такой? Ну, во-первых, мозг от мужского пола. Чем мне очень приятно. Может, у нас с вами завяжутся очень приятные отношения. Приходящие и выходящие. Эй, для этого мне нужно вам на руке написать телефон. 12 85 00. Да, и спеть эту песенку. О, кстати, давайте о песенке, да? Да. Кстати, кто ее исполняет, вы не помните? Ой, честно говоря, не помню. Есть такая предательская и хамская группа «Хамелеон» называется. Знаете, вот она породила такой шедевр, и теперь благодаря этому шедевру мучается исключительно город Харьков. Знаете, знаете почему? Это нормальная, хорошая песенка. Песенка-то хорошая. Неселенькая. А то, что они хамелеоны, ну, извините, это их личные проблемы, что они там меняют свой отрас 24 часа в сутки. Вы, кстати, не хамелеон, нет? Да нет, я просто так. Ну, жаль. Нет, я человек, человек. Ну, давайте о песенке. Вы помните слова, да? Ну, так. А вы знаете эту песню? Я? Да. Как это? Я не знаю эту песню. Вы думаете, почему я здесь сижу? А я не знаю, почему вы вообще сидите по этому телефону. Ну, я позвонила. Хорошо. А как вы думаете, кому принадлежит телефон? Ну, много так вот звонят. А как вы думаете? Ну, не знаю, наверное, часто. Всем же с девушкам интересно пообщаться с вами. А почему вы думаете, что девушкам интересно? А что и мужчины звонят? В песне юноша поют. И мужчины вам звонят? Боже, какая прелесть. И мужчины, да? Да. Нет, ну, мужчин, нам не надо. Давайте о песенке. Песенку помните, нет? Вообще-то так. Вы знаете, я вчера так сильно напилась, что вот только вспомнила о том, что вот мне тоже вчера написали телефон на руки, а я теперь не помню, какую вспомнила эту песню и позвонила вам. То не вы, что-то случайно вчера со мной знакомились и телефончик мне оставили? Я вам оставил телефончик. Ну, может быть, вы... В этом мы, по-моему, в злом сюжет уйдем. Обычно девушка оставляет телефончик. Что? Да, у меня было хорошее настроение, я вызвала вчера у меня шампанка, она поснулась дома, вот такой, раз телефон на руке, сразу песенка в голову пришла. А к вечеру позвонили, да? А то бедняжка, думаю, ждет, а я не звоню. Главное, главное, вечером, утром вспомнили о телефоне, а к вечеру позвонили. Это как? Почему так долго? Я? Ну? Ну, вот думала, звонить или нет. Надумали позвонить, да? Да, надумалась, кстати. Так, ну давайте, буквально припев споем все вместе и на этом применяемся адресами и перейдем, так сказать, к непосредственному контакту. А вы знаете, дело в том, что у меня голос плохой. Если сейчас начну припев петь... А вы знаете, у меня вообще с детства слух хромает, как говорят, бурые медведи промчались по ушам, так что меня это сильно не оскорбит. Давайте споем. Да нет, вот эти мне как-то не хочется. Я ж не птичка певчая. Ну, ради меня. Я ж мучился, я ж дал звонка, понимаете? Вы мучились? Конечно. А валютом под язык ложили? Не то, что под язык. Да, и валерьяночку пили. А коньячок для распределения сосудов пили? Давайте о песенке, о песенке. То, что я пил, это, собственно говоря, понимаете... Не помню мотива. Я вам напомню. 12.85 и 2.00. Помните, да? Да. Видать, шампанского много прошло, да? Ой, на караулу вы что? Я, конечно, жестоко не пила. Вот такой у нас народ, видите? Да. Ну, давайте тогда на чем-то остановимся, да? Вот. Давайте припевчик споем, просто припевчик. Я уже напомнил, давайте споем и все. Это будет моя прихоть. Хорошо, давайте. Давайте. Начинайте. 12.85 и 2.00. Ты мне на руке написал. Все, больше извиняюсь. Русская хороводная, спасибо. Сюжетик замечательный. Мотивчик идеальный. Голос прелестный, понимаете? Райская птичка. Спасибо вам большое. Всего доброго. Увидимся по телевизору. Кстати, к сведению фирм. Если вы хотите купить телефон 12.85 и 2.00 или поменяться на свой, то вы можете запросто это сделать. А с вами были Дмитрий Белоконь и Вадим Беспало. Дмитрий Белоконь.